Хорошие новости для любителей поворчать! В некоторых странах нельзя улыбаться на фотографии водительского удостоверения. С развитием технологий появилась новая система, которая делает фотографии водительских прав. И это необычная 2D-фотография. Система анализирует области лица и шифрует данные. Чтобы ей было проще скамировать лицо, у вас должно быть нейтральное выражение. Вас также попросят снять очки, если вы их носите. Кстати, если бы вас сфотографировали, чтобы разместить изображение на кофейной кушке, было ли бы это макшот? Существует 4 цвета паспортов. Синий, красный, зеленый и черный. Оттенки различаются, но в целом используют эти 4 цвета. Официальных правил, каким по цвету должен быть паспорт той или иной страны, не существует. Страны просто выбирают один из этих цветов, особенно темные оттенки, потому что они выглядят более официальными. США могут начать выдавать ярко-желтые паспорта, если им вдруг захочется. Но желтые паспорта могут выглядеть не так стильно. Кстати, американские паспорта не всегда были синими. В 1918 году они были коричневыми, но в 1926 стали красными. В 1941 цвет изменили на зеленый, и только в 1976 он стал синим. Но почему синий? Цвет паспорта в США теперь того же оттенка, что и поле для звезд на американском флаге. Кстати, о цветах. Почему теннисные мячи желтые? Сначала они были черными или белыми. Их цвет зависел от цвета корта. И только в 1972 году Международная Федерация Тенниса стала использовать желтые мячи. Их цвет наиболее заметен для человеческого глаза. Люди, которые смотрят теннис по телевизору, быстро их замечают. Этот оттенок также называется оптическим желтым. Его используют для дорожных знаков. Школьные автобусы в некоторых странах делаются желтыми по той же причине, чтобы выделяться. Человеческий глаз с большей вероятностью уловит желтый цвет, чем, скажем, красный. Кроме того, желтый цвет хорошо виден в темноте, в тумане и в дождливый день. Цвет автобуса на самом деле немного оранжевый. Есть даже официальное название. Глянцево-желтый национальный школьный автобус. То же самое относится и к такси. Они желтые, чтобы их можно было разглядеть в непогоду. Резина, из которой делаются шины, на самом деле молочно-белая. Но чтобы она была прочнее, производители добавляют технический углерод. Так у шины появляется привычный нам цвет. Наверное, вы не раз замечали маленькие резиновые волоски на автомобильных или велосипедных шинах. На самом деле у них нет никакой цели. Они появляются в процессе изготовления. Сначала резина смешивается с сажей и помещается в форму для шин. Затем она разливается по форме под высоким давлением воздуха. Но чтобы шина получилась хорошей, нужно распределить резину таким образом, чтобы она покрывала всю поверхность формы. Но есть одна проблема. Между формой и резиной могут образовываться пузырьки воздуха. Чтобы этого не происходило, форма для шин имеет маленькие отверстия по всему периметру, в которые попадает резина. Когда шина извлекается из формы, появляются маленькие волоски, которые вы видите. Та самая резина из отверстий. Никто не заботится о том, чтобы их удалять. Они ведь безвредны. Ну и что с того, что ваши покрышки немного пушистые? Большинству людей не нравится звук их голоса. Теперь, когда мы отправляем тонны аудиосообщений, восприятие меняется. Но 10 лет назад люди просто сходили с ума каждый раз, когда им приходилось слушать запись собственного голоса. Есть специальный термин, обозначающий факт непринятия своего голоса. Голосовое противостояние. Это распространенное явление, ведь мы слышим свой голос изнутри и привыкаем к этому. Реальный звук вашего голоса более высокий и в целом другой. Кроме того, когда мы слушаем свой голос в записи, в нем слышится больше эмоций. Возможно, вы не хотели бы этого, ведь голос выдает то, что вы не готовы раскрывать. Исследование также показало, что люди более критически относятся к голосу, когда знают, что он принадлежит им. Люди, которые слышали запись своего голоса среди других записей и не знали, какой голос принадлежит им, оценивали собственный голос намного выше. Не могу выбрать, какой голос мне нравится больше. Этот тот или вон тот. Все странные. Итак, на чем мы остановились? Да, взгляните на алюминиевую фольгу. Одна из ее сторон всегда блестящая, а другая тусклая. Обычно готовую фольгу разглаживают специальными роликами. Но она настолько тонкая, что ролики могут ее порвать. Поэтому они обрабатывают два слоя одновременно. Стороны, обращенные к ролику, становятся блестящими, а те, что обращены друг к другу, тусклые. Консервированные и бутилированные газированные напитки имеют разный вкус. По словам химиков, все дело в полимерном слое алюминиевых банок, который поглощает часть вкуса. Некоторые химические вещества, которые содержатся в пластиковых бутылках, могут добавлять в напиток немного ацетальдегида. Этот побочный продукт образуется во время плавления пластика, и он действительно может менять вкус напитка. А вот вкус напитков в стеклянных бутылках более близок к тому, каким он должен быть. Вы услышали новую песню, которая вам очень нравится. Вот что происходит дальше. Вы начинаете ее слушать снова и снова. Это продолжается до тех пор, пока она не надоедает настолько, что вы вообще перестаете ее слушать. Главная причина, почему так происходит, заключается в том, что вам нравится песня, и вы хотите услышать ее снова. Но чем больше вы ее слушаете, тем более знакомой она становится. Вскоре вы уже знаете мелодию и текст песни, и можете подпевать. Теперь слушать песню становится еще приятнее. Однако наш мозг любит сложные задачи. Как только вы узнаете песню, в ней больше нет ничего удивительного. Внезапно песня становится слишком предсказуемой. Вам это надоедает, и вы перестаете ее слушать. Закаты и рассветы в значительной степени одинаковы. Солнце садится или поднимается над горизонтом. Тем не менее, они выглядят немного по-разному, хотя мы и не всегда можем определить эту разницу. Основная причина заключается в том, что в конце дня воздух становится более загрязненным. Он содержит больше крошечных частиц, которые рассеивают свет иначе, чем при восходе солнца. Кстати, иногда в фильмах показывают фальшивый восход. Дело в том, что кинематографистам бывает просто лень рано вставать, чтобы заснять настоящий восход солнца. Поэтому вместо этого они снимают закат, а затем поворачивают время вспять. У некоторых людей от усталости под глазами появляются темные круги. Это потому, что кожа под глазами очень тонкая, и кровеносные сосуды в этих местах находятся очень близко к поверхности. Если сна не хватает, то кожа становится бледнее, и кровеносные сосуды более заметными. И мы видим так называемые темные круги, которые проступают через кожу. Кроме того, с возрастом кожа естественным образом истончается. Вот почему у пожилых людей темные круги под глазами появляются чаще. Если вы молоды, просто постарайтесь больше спать. Все видят сны. Даже люди, которые утверждают, что они никогда не видят снов, тоже видят сны. Просто никогда их не запоминают. Об этом явлении ученые до сих пор ничего толком не знают. Но они говорят, что люди видят сны во время определенной фазы сна, которая длится около 90 минут. За это время у человека увеличивается частота сердечных сокращений и повышается кровяное давление. И наш мозг ведет себя так же, как и когда мы бодрствуем. Если человек просыпается в это время, он обычно помнит свой сон. По крайней мере, в течение какого-то времени. В течение следующих нескольких минут сон постепенно исчезает из памяти, и его уже невозможно вспомнить снова. Иногда люди вспоминают сон позже, но только если видят что-то, что вызывает это воспоминание. Например, вы заметили желтую рыбу в аквариуме, и вдруг вспоминаете, что видели сон про отпуск, где занимались подводным плаванием. Прямо перед нападением акулы. Прямо перед навыком,